Уже по традиции свой день возле застывших камня военных медиков накануне Дня Победы начинают сотни сочинцев. Архитектурную композицию открыли 8 мая 1995 года, к 50-летию Победы, в память о подвиге медсестер и врачей, которые на полях Великой Отечественной вели свою войну за жизнь солдат. Всего через полтора месяца после начала войны в Сочи уже привезли первых раненых, в основном тяжелых. 50 санаториев курорта перепрофилировали в госпитале. Всего за годы войны здесь поставили на ноги почти 336 тысяч человек. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Великой Отечественной первой степени. Безграничен подвиг наших врачей, медсестер, которые давали победу в госпиталях, в больничных палатах, в операционных залах. И мы действительно гордимся тем, что живем в городе, в городе героев. В знак солидарности и уважения к подвигу врачей, которые сутками не отходили от операционных столов, участники памятного митинга надели белые халаты. Сегодня мы, конечно, работаем, слава богу, в другое время, но те традиции, которые заложены в те времена, были и есть основополагающими для развития дальнейшего. Это наставничество, это традиция хорошего, благородного отношения к своим пациентам. Врачи во время войны совершили настоящий подвиг. Подвиг во имя жизни. Как вспоминают участники Великой Отечественной, хрупкие девушки-медики выполняли не только свой врачебный долг, но и шли вместе с солдатами в разведку и даже в атаку. Она выползала впереди линии и вытаскивала на своих плечах тяжелого человека, сами понимаете, по возрасту. И раненый, искореженный человек вытаскивала, тянула его до окопа. Слава этим женщинам, перед которыми я снимаю пражки. Таисия Сорокина в годы войны была ребенком. В госпитале помогала бабушке штопать одежду солдат. Поэтому после войны, нисколько не сомневаясь, выбрала профессию врача и отдала ей 40 лет. Моя бабушка, моя бабушка, когда латала, я тоже ей помогала, вот правый лук, прямо весь в крови и разорванный был. И бабушка всегда плакала, что мальчиками, она их мальчиками назвала, моя бабушка, что погибли. В память о военных врачах, медсестрах и санитарках участники митинга возложили к памятнику цветы и венки. Их подвиг никогда не будет забыт, а их дело обязательно будет продолжено нынешними врачами и студентами-медиками. Праздничные мероприятия продолжились уже в Комсомольском сквере. Школьники и ветераны собрались у памятника солдату-сочинцу. Он был открыт три года назад в память о героизме наших земляков. В годы войны на курорте проживало всего 70 тысяч человек, каждый третий ушел на фронт. Это более 18 тысяч. И около 5 тысяч сочинцев так и не вернулись домой.